шалом дорогие друзья меня зовут алексей бацалель я приветствую вас из студии оазис медиа город хайфа община шавей цион и сегодня мы начнем новую серию передач которую мы назвали библейский иврит и мы хотим с вами поделиться некоторыми нашими размышлениями о том что такое ветхий и новый завет на основании слов которые не имеют значения вы в рите я думаю что вы наверняка все читали послание к евреям и открою прочитаем вместе с вами 8 глава здесь 13 стих говорит говоря новый показал ветра с первого обещающие старение то стареющие близко к уничтожению в контексте этого текста мы часто подразумеваем что автор этого послания говорит что есть новый завет есть ветхий завет новый завет пришел вместе с ешуа и когда еще пришел и сказал вот новый завет то теперь все что было до этого она стала ветхим не актуальным но стареет близко к уничтожению я для того чтобы разобраться с вами откуда пришло это понятие откуда автор посланники время взял это понятие хочу обратиться к ветхому завету а именно книги второзакония это у нас будет 4 глава я прочитаю несколько стихов двадцать пятый двадцать шестой стихи если же родятся у тебя сыны и сыны сыновей твоих и долго жив на земле вы развратитесь и сделать изваяние изображающие что-либо и сделайте зло это перед очами господа бога вашего и раздражить его то свидетельство вам сегодня небом и землей что скоро потеряете землю для наследования которой вы переходите за иордан не прибудете вы много времени на ней но погибнете можете спросить меня алексей а где же здесь слово ветхий мы вроде бы говорим о ветхом новом завете я возьму сейчас текст этот на иврите наша передача называется библейский иврит и прочитаю двадцать пятый стих как он звучит на иврите киту лид баним у вне ваним веношантым ба арец вишхатитым баситым песаль тмунат коль баситым арабейной адуна и лоха ле ахисо на иврите немножечко текст смысл звучит по-другому киту лид и бородишь баним сыновей у вне ваним и сыновья сыновей веношантым ба арец и вот это слово но шантым оно и является для нас очень важным именно этот отрывок почему я его взял именно отталкиваясь от этого отрывка я верю что автор послания к евреям он и говорит о понятиях ветхий и новый завет потому что слово но шантым оно происходит от корня яшан яшан это вот именно есть значение слова старый ветхий в нашем сегодняшнем современном иврите мы часто видим как это слово используется например к настойному дорогому хорошему вину то есть если вы приходите в магазин в бутик где продает хорошие с такое настойное вино на нем будет написано яин вино яшан ношан старая выстоянная то есть она простояла в бочках созрела до своей кондиции в протяжении определенных лет и она вот благодаря тому что оно было долго в этом процессе оно пришло к своему самому лучшему качеству поэтому ну оно дорогое и но ценное немножечко может быть это параллельно с тем что говорил ешуа свое время но мы обратимся обратно к нашему тексту и в контексте этого текста мы видим что вы придете ветхость кто вы не вино конечно же а вы евреи мужа говорит евреи вы будете жить на земле которую идете наследовать у тебя родятся сыновья и сыновья сыновей твоих и вы придете в ветхость не придете состояние зрелости как если мы бы сказали бы используя другое слово лид багер то есть когда вы доходите до зрелости когда вы становитесь мужами совершенными познающие мудрость вы не приходите к состоянию старейшин закон то есть старейшин это тот который достигает мудрости и закон не обязательно должен быть седовласым закона тот который постиг мудрость но вы придете в состоянии но шан но шан это именно ветхость извечалась как одежда которая становится непригодная и тогда вы сделаете все зло о котором говорит писание в очах господа когда господь даровал своему народу свое обетование свою тору то народ был с открытым обновленным сердцем и он сказал все что господь сказал мы принимаем это сделаем и будем послушны но вот тогда когда пошел процесс ветшания то тогда мы начинаем делать противное тому что написано в торе когда же этот процесс начался здесь мы обратимся ко второму слову мы говорим ветхий завет брит а еще на то есть завет старый слова я шан мы разобрали ветхий а теперь посмотрим на слово брит брит в нашем контексте это брачный договор современном нашем языке в сленге очень часто может быть кто-то из вас сталкивался с таким словом ксива то что пришло с еврита к туба к туба это документ записанный котов за запись к туба это брачный договор так вот тогда когда народ израильский стоял у горы сина и всевышний находился на вершине горы как жених 600 тысяч мужчин не считая детей и женщин и стариков они стояли под горой и мужа как человек который сочитывает жениха и невесту стоял между ними провозгласил я господь бог твой это напоминает нам именно вот эту ксиву к тубу в которая записана между кем заключается договор например авраам берет жену сару и записаться авраам берет жену сару также здесь я господь бог твой и естественно в документе в договоре есть условия какое условие да не будет у тебя других богов при лице моим и этот договор он продержался всего лишь 40 дней верность мы сохранили как народ как невеста своему жениху всего лишь 40 дней уже через 40 дней мы создали золотого тельца и сказали вот боги твои израиль то есть с нашим простым человеческим языком мы нашли себе другого жениха другого мужа изменили ему и в этот момент когда мы изменили своему господу начался процесс вещания мы перестали быть чувствительны к нему бог есть дух поклоняющийся богу должны поклоняться ему в духе истины но если наш дух огрубелый мы называем кого-то другого своим богом то тогда наш дух наше сердце перестает быть восприимчивыми и 26 стих говорит здесь так свидетельствую вам сегодня то есть в тот день когда моисей произносил он горит сегодня свидетельством небом и землей что скоро потеряете землю что такое скоро вот это слово скоро мы знаем что вы врите а буквы они также имеют числовое значение то что мы называем гематрия так вот гематрия этого слова скоро равняется восемьсот пятидесяти двум восемьсот пятьдесят лет с того момента когда было произнесено это пророческое слово 25 и 26 стихи 4 главы второзакония скоро вы потеряете землю для наследования которое вы переходите через ордан не прибудете много времени на ней но погибнете моисей предупреждает придет погибель из-за того что написано в двадцать пятом стихе что вы станете ветхими вы станете огрубелым сердцем противниками богу нашем понятии восемьсот пятьдесят лет это вполне себе приличный срок но мы знаем что у бога один день как 1000 лет от 1000 лет как один день и поэтому это достаточно скоро произошло в глазах творца то есть процесс этот он очень быстро пролетел и благодаря милости божьей мы говорили что скоро это гематрия 850 52 по милости божией здесь говорится вы погибнете то есть если бы не милость божия и он бы не сократил бы этот срок на два года 850 лет прошло с момента когда мы сей произнес эти слова до разрушения храма и рассеяния израиля и своей земли на два года господь сократил этот срок и вместо того чтобы погубить свой народ за их грехи за их разврат за то что они изменили ему как своему супругу он свой гнев изливает на свой храм он свой гнев изливает на свое присутствие на шахину и тогда когда шахина оставляет эту землю тогда наше сердце становится еще более грубым еще более невосприимчивым к словам бога и поэтому сегодня когда мы читаем обратно вот этот отрывок нового завета он начинается со слов если мы посмотрим восьмой стих пророк говорит у коряя израиля вот наступает не горит господь когда заключу с домом израилем из домом иуда новый завет и объяснять в чем сущность нового завета не такой завет которая заключила с ними с отцами вашими в то время когда взял их из за руку чтобы вывести из земли египетская потому что они не прибыли верны в том завете и я пренебрег принял пренебрег ими вот завет который завещая дому израиля после тех дней то есть после каких тех дней восемьсот пятидесяти лет говорит господь вложу законы мои закон начинается с чего я господь бог твой законы мои напишу в их мыслях и на сердцах их и буду им богом а они будут моим народом и не будут учить друг друга каждый ближний свое каждый брата своего говоря познай господа бога потому что все от мало до великого буду знать меня здесь очень важно почему мы должны учить друг друга что произошло с того момента когда разрушен был храм и когда ушла шахина от нас наш еврейский народ для того чтобы хоть как-то запомнить что там было в храме начали друг друга учить записывая это все в талмуды в мишны мидраши и прочие книги то есть это в принципе тот же самый продолжение ветхого завета объяснение того что написано в этом завете и здесь мы учим когда мы талмуд что такое талмуд талмуд это учение слова лимут мы учим здесь пророк говорит наступит времена когда уже не будут учить друг друга каждый ближнего своего и говоря познай господа что такое познание познание это единство с творцом познание это как познал отдам еву она зачала и родила то есть это что-то очень интимное это единение где человек единился с творцом в храме и когда храм был разрушен это говорит о том что мы потеряли как бы супружеское ложе лишены супружеской близости с нашим господом и поэтому новый завет говорит не на этом месте и на этой горе но на всяком месте поклоняющийся богу будут поклоняться ему в духе и истине каждый сам будет знать познавать господа на всяком месте мы можем носить кольцо но при этом не иметь супружеской близости мы можем называться его народом но при этом не познавать его поэтому признак нового завета это не книги не евангелия или еще что-то признак нового завета это познание господа всем сердцем своим это быть действительно с ним в глубоких отношениях когда ты соединяешься с ним в одно и он называет тебя своим народом пусть бог вас благословит мы любим вас привет из иерусалима из хайфы израиля шалом миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.fiz.media.tv миссианстве